Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я продолжу зачитывать воспоединение ликвидокторов, которые были включены в мою книгу «Живы, пока нас помнят». Напомню, что на данный момент доступен лишь английский вариант этой книги, но также есть еще и аудиоформат, начитанный мной на русском языке. Сегодня это будет Александр Александрович Боровой. Знакомство с Александром Александровичем Боровым состоялось в однокомнатной квартире, которую он использует как рабочий кабинет. Это была небольшая, совмещенная с кухней комната. Кухню от жилой комнаты отделял небольшой столик, за которым хозяину гостил чаем со сладостями и бутербродами. Горячий чай был очень кстати, потому что пока мы с Сергеем Ореховым добирались, то я лично изрядно промерз. Начало декабря в Москве выдалось морозным и, приехав из Украины, я оказался не готов к таким холодам. В начале разговора Александр Александрович заметил, что многое уже написал в своей книге «Мой Чернобыль». Он рекомендует ее прочитать и, достав из небольшого встроенного шкафа экземпляр, подписал и подарил его мне. Вернувшись поздно вечером домой, я прочитал ее на одном дыхании. Написано легко и доступно. По ходу беседы Александр Боровой частенько упоминал свою книгу, говоря «Чтобы вам рассказать такое, чего нет в моей книге, а вот был такой случай, этого точно там нет». И рассказывал то, что раньше рассказывать было нельзя, или вспоминал эпизоды, не вошедшие в прежние публикации. Иногда Александр Александрович смеялся, и получалось это у него заразительно. Можно только представить, насколько звонким был этот смех до Чернобыля, до того, как он сжег там горло. Оказалось, что у многих, приехавших в Чернобыль сразу после аварии, садился голос. У кого-то на время, у кого-то навсегда. В целом получился очень увлекательный и захватывающий рассказ. Предлагаю вашему вниманию печатный вариант нашей беседы в тот морозный декабрьский вечер. Боровой Александр Александрович, профессор, начальник лаборатории проблем Чернобыля Курчатовского института. На момент аварии начальник лаборатории по изучению нейтрина. В 1986 году член оперативной группы от Курчатовского института в Чернобыле, затем ее научный руководитель. С 1987 по 1992 годы заместитель по науки начальника комплексной экспедиции. С 1992 по 2006 годы по просьбе Академии наук Украины продолжала работу в Чернобыле вместе с украинскими специалистами. Москва. Первые дни. Работая в Курчатовском институте, я мало сталкивался с атомной энергетикой, а занимался физикой нейтрино. Более конкретно, антинейтрино, которое появляется при делении ядер. Мощным источником их является ядерный реактор. В этот период самым главным научным достижением я считаю создание специальной нейтрино-лаборатории под вторым блоком Ровенской АЭС и детектора, с помощью которого мы впервые в нашей стране, а заодно впервые в Европе и Азии зарегистрировали реакторные антинейтрино и получили интересную научную информацию. Слово Чернобыль впервые вошло в мою жизнь, когда вечером 29 апреля раздался звонок и академик Эс Беляев, директор нашего отделения, попросил срочно прийти и помочь с расчетами, которые делаются для Чернобыля. Необходимо было узнать, сколько и какой радиоактивности накопилось в ядерном топливе разрушенного реактора за время его работы. Хотя такие расчеты делались раньше, но как довольно быстро обнаружилось, их точность была невысока и уже первые измерения выброшенной радиоактивности обнаружили большое расхождение между предсказаниями и действительностью. Понять такую важную вещь, как то, какая часть топлива выброшена при аварии в окружающую среду, а какая осталась в блоке, опираясь на эти данные, было невозможно. За два дня и одну ночь наша группа справилась с этой задачей. Надо сказать, что полученные нами первые результаты в дальнейшем, когда подобные расчеты проводились во многих лабораториях мира, не подверглись заметной корректировке. Потом нас стали все чаще привлекать к решению вопросов, которые не удавалось решить на месте в Чернобыле. Директору Курчатовского института А.П. Александрову звонил академик В.А. Легасов или кто-то из правительственной комиссии и задавали вопросы, а мы старались отвечать на них, прямо скажем, при очень скудной имеющейся информации. Например, звонят и спрашивают. Когда едешь на бронетранспортере вдоль стены машинного зала четвертого блока, в нескольких десятках метров от нее, в месте, где есть сквозная трещина, приборы зашкаливают, показывают более тысячи рентген в час. Значит, из трещины бьет мощный радиоактивный луч. Это доказывает, что большое количество топлива выброшено в центральный зал. Но наши расчеты, сделанные тут же, на коленке, показывают, что организовать такой мощный и одновременно узкий луч невозможно, даже если возле трещины собрать десяток тонн топлива. Начинается придумывание самых невероятных гипотез и кончается тем, что в голову приходит совсем простая мысль. Возможно, что бронетранспортер останавливается над одним из выброшенных фрагментов топлива и дозиметр находится над ним. Советую подъехать ближе к синема зала, оставаясь прямо против трещины. Показания резко падают. Понимание, масштаб и особенности Чернобыльской аварии пришли не сразу, спустя некоторое время. Достаточно горкий пример, подтверждающий это. Особую тревогу в правительственной комиссии вызывала возможность возникновения в разрушенном реакторе самоподдерживающейся цепной реакции СЦР. Уже вечером 26 апреля, загипнотизированный этой мыслью Легасов сам, сев за руль машины, поехал к развалу 4-го блока с целью померить нейтронный поток вблизи развала. Существование такого заметного потока могло свидетельствовать о том, что реактор снова заработал. Несколько месяцев спустя, когда я уже работал в Чернобыле, он так вспоминал об этом случае. Я схватил первый попавшийся прибор и поехал на станцию, стремясь попасть как можно ближе к разрушенному реактору. Если б я не был в таком состоянии, то понял бы, что этот прибор не годится. Он просто захлебнется в огромных полях гамма-излучения и не сможет замерить нейтроны. Понял поздно, когда находился у развала, а нужного прибора тогда не было. Не с чем было ехать. Неожиданно для себя я сказал, и с хорошим прибором не надо было ехать. Невероятно, чтобы цепная реакция длилась сколько-нибудь долго. Все нагреется и развалится, да и последствия будут несравненно меньше, чем от аварии. До Легасова эта поездка стала решающим шагом к лучевой болезни. Сколько плутония и ядерного топлива осталось на блоке? К середине мая были получены первые оценки количества плутония и ядерного топлива, выброшенного из реактора в окружающую среду во время аварии. Это была далеко не легкая задача. Помню, как поздно вечером в кабинете академика Беляева над разложенной на столе картой собрались радиохимики и физики. В.М. Кулаков, Ю.Ф. Родионов, В.А. Пчелин и К. Швецов. Обсуждался вопрос о том, как определить, сколько плутония попало на земли Украины, Белоруссии, России. Просто померить дозиметром нельзя. Плутоний практически чистый излучатель альфа-частиц, а они поглощаются слоем земли ничтожной толщины. Сначала надо взять пробы почвы, потом доставить их в лабораторию, провести сложный радиохимический анализ, который занимает не менее суток. Проб надо сделать тысячи, а из правительственной комиссии звонят каждый день с одним вопросом. Определили ли загрязненность плутонием? К этому моменту уже стало ясно, что выброс из реактора происходил в виде частиц топливной пыли. Следовательно, плутоний остался при аварии в урановой матрице и связан с другими радиоактивными веществами, в том числе с изотопом церия 144. Церий – тугоплавкий материал и тоже выбрасывался в урановой матрице. Определить его относительно легко, поскольку он излучает далеко проникающий и легко регистрируемые гамма-кванты. Достаточно замерить гамма-активность церия, и по простой формуле здесь пригодились наши расчеты по накоплению радиоактивности в топливе, найти количество плутония и урана в пробе почвы. Очень скоро все измерения стали проводить с помощью аэрогамма-разведки. На территории летал вертолет и регистрировал гамма-излучение. Потом все пересчитывали на количество плутония и урана. Для контроля проводили и наземные измерения, и редкие радиохимические анализы. Все институты страны до конца 1986 года сделали несколько сотен таких анализов. Лету 1986 года на основании полученных данных Курчатовский институт предоставил в правительственную комиссию предварительное распределение количества топлива, выброшенное на территорию. Его оказалось 3,5-1,5% от находившегося в реакторе. В разрушенном блоке осталось около 95% топлива. Прошли годы. Измерения загрязненности проводили сотни научных групп из десятков стран. Число исследованных проб измеряется уже тысячами, а полученные в 1986 году оценки практически не изменились. Напутствие. Я понял, что если серьезно заниматься Чернобылем, надо туда ехать. Но сразу после аварии сделать это не смог. Тяжело болела мама. Необходимо было быть рядом с ней. За несколько дней до своей смерти она поразила меня своими словами. «Сашенька, поезжай туда. Мне скоро будет лучше. Надо ехать. Я знаю это. Я чувствую. Чернобыль – твоя звезда. Нельзя уйти от судьбы. Твое место там. Не бойся за меня. Помни молитву, что я тебе на листочке записала. Благослови тебя Бог». На следующий день после ее похорон я уехал в Чернобыль. В этот же день случилось еще одно очень запоминающееся мне событие. Позвонила секретарь академика Александрова и сказала, что директор хотел бы поговорить со мной. В кабинете, кроме меня и Александрова, никого не было. «Мы вас посылаем в качестве специалисты по ядерной физике и радиоактивным излучениям. Кроме работы в оперативной группе института, будете присутствовать на заседаниях правительственной комиссии и, если возникнет необходимость, давать консультации по своим вопросам». Академик помолчал, вздохнул и добавил. «После Чернобыля доверие к атомной науке упало. Поэтому не огорчайтесь, если какие-либо ваши предложения не будут приниматься, несмотря на авторитет института и научные доказательства. Наберитесь терпения, еще и еще раз объясняйте. Помните, самое важное – не допустить, любым путем не допустить принятия необдуманных, непрофессиональных решений, которые могут привести к большему облучению людей. В этом случае стойте стеной, обращайтесь к руководителю оперативной группы, звоните мне, постарайтесь их остановить». Теплый прием. Я приехал в Чернобыль и пошел в штаб нашей оперативной группы. Там сидел Андрей Юрьевич Гагаринский, впоследствии мой хороший друг, заместитель директора Курчатовского института. Он начал мне выговаривать. «Что же это такое? Вы приехали, а вот этот не приехал, и тот тоже. Что за безобразие?» Я возразил. «Юрий Андреевич, вы поступаете как профессор, на лекцию которого пришли три студента. Он начинает на них кричать и упрекать, а должен благодарить, что они вообще пришли, ведь остальных нет». У Гагаринского с чувством юмора оказалось все в порядке. Он расхохотался. «Хуже получилось в правительственной комиссии, куда я пришел представляться. Принял меня один из ее членов». Он сказал, «Вы кто по специальности?» Отвечаю, «Физик». Он мне, «Зачем нам тут физики нужны? Нам нужны реакторщики». Ну, я не удержался и сказал, «Реакторщики все, что смогли, уже сделали». В результате с кабинета меня попросили уйти. Лекция на стадионе. Как я работал? Утром и днем выполнял самые разные задания руководства оперативной группы. Ездил вместе с товарищами на блок, обрабатывал результаты измерений, занимался проблемами выброшенного из реактора плутония. А вечером обязан был присутствовать на заседаниях правительственной комиссии. Я садился в дальний угол и оттуда наблюдал за генералами, начальниками больших учреждений и даже министрами, которые отчитывались перед комиссией. Я слышал часто возникавшие споры. Иногда хотел бы высказать свое мнение, но им никто не интересовался». Александров оказался прав. Представители науки в известной мере потеряли свое лицо. «Понадобилось время, чтобы к нам стали прислушиваться. О том, как это происходило, я написал в своей книге «Мой Чернобыль». Главное напутствие академика, стараться не допустить того, чего делать было нельзя, я пытался по мере сил. Приведу только один пример. Находясь на блоке, я постоянно сталкивался с непрофессионализмом. Такое впечатление оставляли работающие военнослужащие, особенно молодые солдаты, присланные в Чернобыль со всех концов страны. Бросив даже беглый взгляд на криво одетые, не прилегающие к лицу, часто совершенно мокрые респираторы, можно было прийти в ужас. А выйдя из развалин блока, ребята думали, что находятся вне всякой опасности. Снимали маски, курили, пили воду, что-то жевали. Путем долгих уговоров в правительственной комиссии мне удалось добиться права иногда инструктировать отправляющихся на блок военнослужащих. Так впервые пришлось выступать на стадионе. Другого места, где разместить 400-500 человек, мы не нашли. Вооружившись мегафоном и напрягая свой севший в Чернобыле голос, я пытался за один час, больше не давали, рассказать им о видах опасности и средствах защиты от нее. Насегда запомнилась мне лекция, произнесенная перед солдатами, присланными из Грузии. По ее окончанию, стоявший в первом ряду молодой человек, осторожно подбирая русские слова, спросил. Отец, вот мы очень просим тебя правду сказать. Детей у нас никогда теперь не будет. Я смотрел на них и видел, что они готовы принять самый страшный ответ. Будут, обязательно будут. Выполняйте все, как я сказал. Мелочей нет. Беречься не значит трусить. Слоновая нога. На слоновую ногу вышли случайно. При обследовании подреакторных помещений разрушенного блока. Пришли разведчики и говорят, что нашли застывшую красивую каплю объемом в несколько кубометров. Она черная, блестит и доза около нее порядка 8 тысяч рентген в час. Это наверняка расплавленный, а потом застывший свинец, который бросали в первые дни после аварии с вертолетов в развал реактора, решили они. Сброшено было тогда около 2400 тонн свинца. Эти тонны постоянно искали и не находили, что нервировало правительственную комиссию, поскольку многие специалисты были против забрасывания свинца, утверждая, что он испарится в горячем реакторе и уже химически загрязнит окружающую среду. Надо взять пробу. Пробовали сверлить, сделали специальную самоходную тележку. Не получилось. Очень твердая масса оказалась. Был там один офицер, который решил, что научные работники просто боятся. Он вооружился топором, подбежал к слоновой ноге и начал бить. Во-первых, он ее практически не повредил. Во-вторых, переоблучился и его тут же откомандировали. В конце концов удалось собрать крошки замечательной ноги и принести их в лабораторию. Лаборатория и наши жилые помещения располагались в это время в гинекологическом отделении местной поликлиники. Почему? Единственное помещение, где было много кафеля и нержавейки, а они легко дезактивируются. Там мы и провели первые исследования взятых проб. Химики делали анализ. Я стоял у вытяжного шкафа и подавал инструменты реактивы. У меня за спиной ждали результатов министр среднего моношностроения Рябев, академик Легасов и кто-то еще из правительственной комиссии. Все надеялись на то, что это свинец. Но анализ показал, что это в основном двуокись кремния с примесью других соединений, в том числе и соединений урана. Спектральный состав гамма-активности отобранных образцов был близок спектральному составу облученного ядерного топлива. Это было первое наше знакомство с топливной лавой. Чернобыль, Москва, Вена. В это время, воспользовавшись отсутствием информации от нашего правительства относительно положения в день Чернобыля, мировая печать нагнетала атмосферу ужаса. В газетах писали о тысяче погибших, о полностью разрушенной АЭС, об эвакуации Киева. Велихов, который в это время был в Чернобыле, предложил пригласить на ЧАЭС иностранных корреспондентов. Вот что он рассказывал. Результат был неожиданный. Вечером позвонил АМ Петросянц, который был как бы ЗИД с председателем атомной промышленности СССР и сообщил, что к нам едет генеральный директор МАГАТЭ Бликс и его заместитель Розен. По плану Москвы, они прилетают в Киев, оттуда на машинах в Чернобыль, мы им все рассказываем и они вернутся обратно. Я пришел в ужас. Зачем для этого ехать в Чернобыль? Рассказать можно и в Вене. Вопрос, поверят ли? Тем более, что по дороге они запачкаются радиоактивной пылью и поверят своим ужасным слухам. Петросянц спрашивает, а что делать? Я отвечаю, посадить вертолет, пролететь над станцией, они все увидят, а мы им по дороге все расскажем. Нет, говорит, невозможно, там по дороге секретный объект, КГБ возражает. Я знал, что за объект и ответил, оттуда все равно уже смылись. Но Петросянц ни в какую. Говорю Силаеву, звони Горбачеву. Горбачеву удалось уговорить. Верихов. Через несколько дней мы с Сидоренко вылетели на вертолете в Киев. Забрали Бликса и Розена. Жара. Мы в пропотевших хлопчатобумажных костюмах с жалкими примитивными дозиметриями. Они в роскошной спецодежде, увешанной модными электронными игрушками. Розен спрашивает, какие диапазоны устанавливать? Отвечаю. Сотни. Миллирентген? Переспрашивает он. Нет, говорю. Рентген. Он несколько скис и говорит. У меня такого диапазона нет. Ну ничего, отвечаем. У нас есть. Да и мы на глазок знаем. Каждый день тут летаем. Гостей наших приоблучить не собирались. Подлетели к станции. Спрашиваю Розена. Хотите поближе? Нет. И отсюда все прекрасно видно. Станция в общем цела. Кто-то там внизу копошится. Никаких трупов и в помине нет. Дали вполне правдивую и точную информацию. В Москве тоже шла битва. Только она практически невидимая и никем не освещаемая. Битва шла за то, что же делегация СССР будет докладывать в МАГАТЭ. Всех деталей я не знаю. Поэтому расскажу о каких-то фрагментах, которые узнал от Легасова, под руководством которого готовился этот доклад. На тот момент я был в Москве в институте. И вот однажды, поднимаясь к себе на второй этаж главного здания, мимо меня проходит Валерий Алексеевич и вдруг останавливается и говорит. Пойдемте, я вам что-то покажу. Только никому и никогда ни слова. Он был очень взволнован и чувствовалось, что ему необходимо с кем-то поделиться. Заходим к нему в кабинет и он дает мне лист бумаги. Читайте. Сверху английский текст, снизу русский перевод. Сценарий того, как планируется провести заседание МАГАТЭ и то, как будет загублена наша атомная энергетика. Докладчику отводилось минут 40-60. После этого в двух словах излагалось, кто и что будет говорить. Указывались фамилии 5-6 экспертов, в основном из нейтральных стран. Потом решение совещания. Во-первых, должны быть остановлены все реакторы РБМК. А это ощутимый удар по энергетике СССР. Во-вторых, с СССР необходимо потребовать репарации за нанесенный ущерб пострадавшим государствам Европы. В-третьих, создать комиссию, которая бы вынесла решение о целесообразности развития атомной энергетики Союза. Это голосуется и все. Легасов начал работать с удвоенной силой. Преодолевать приходилось не только технические, но и бюрократические барьеры. Академик добился, чтобы состав делегации был сильно расширен по сравнению с первоначальными планами. Чтобы в Вену отправили лучших специалистов страны по реакторам, в том числе и тех, для которых выезд за рубеж был запрещен. Вот что вспоминает один из основных участников подготовки доклада А.К. Калугин. Когда материалы для МАГАТЭ готовились к открытому опубликованию, один из высокопоставленных чиновников написал. Документ содержит совершенно секретные сведения, считая, что авторов следует привлечь к партийной и уголовной ответственности за разглашение государственной тайны. Пришлось решать вопрос на уровне Н.И. Рыжкова, председателя Совета Министров СССР. Регасову удалось сломать этот сценарий. Доглад длился около пяти часов. Сопровождался демонстрацией фотографий и видеосъемок, которые подкрепляли то, что он говорил. Когда возникали вопросы, Легасов адресовал их специалистам, которые блестяще и полно на них отвечали. После доклада все встали и почти полторы минуты аплодировали. В итоге комиссия экспертов МАГАТЭ подтвердила правильность основных выводов доклада о причинах аварии и мерах повышения безопасности реакторов РБМК. Я ожидал возвращения Легасова в вестибюлю института. Он врывается, страшно взволнованный и говорит «Победа! Сейчас поеду докладывать» и бежит к себе в кабинет. А я себе думаю «Подожду, интересно, с чем вернется». Валерий Алексеевич вернулся совершенно погасший и опять на ходу бросил мне. Они ничего не поняли. Я ухожу в отпуск. Может быть не хотели понять? Выговоры на правительственной комиссии. Весна 1987 года. Вечером на свидании правительственной комиссии не было ее председателя, который уже хорошо знаком со мной и с нашей группой. Ввел ее какой-то важный чиновник, иногда приезжавший в Чернобыль из Москвы. Он с самого начала стал раздражаться, а мое сообщение вообще вывело его из себя. «Как же так?» – закричал он. «Вот военные сообщают, что в этом коридоре 5000 рентген в час, а вы говорите 8000. Что это за наука? Где точность? Надо немедленно перемерить». Точные цифры не помню, но порядок 1000 рентген в час помню хорошо. Я возразил. «Но ведь в этом коридоре все равно делать ничего нельзя. Что при пяти, что при восьми тысячах. Нельзя заходить. За несколько минут получаешь смертельную дозу». Получил ответ. «Если трусите, так прямо и скажите». Таких слов здесь не слышали никогда. Поэтому все сидевшие в зале, одетые в ватники, иногда с нарисованными на плечах звездами вместо погон, кашляющие с красными от недосыпания глазами, люди замолчали. Стало тихо. Воспользовавшись этой тишиной, поскольку тоже еле сдерживал кашель и вообще не мог говорить громко, я попытался объяснить ситуацию. Измерения проходят так. Наш сотрудник бежит с удочкой. На конце лески ТЛД, дозиметрическая таблетка. Он ее забрасывает в этот коридор, а сам прячется за угол, за бетон. Замеряет время, потом бежит обратно, вытаскивает ТЛД и возвращается. Но ведь там развалины, глобебетона, арматура. Очень легко упасть. Что будет с человеком? Ведь мы его сожжем. На что получил ясный ответ? «Правительственная комиссия вас откомандирует в Москву. Пусть присылают замену». Я был совершенно раздавлен. Почти не слушал людей, закружавших меня после заседания и говоривших какие-то успокаивающие слова. Наутро позвонил директору института академику Александрову. Ему я был обязан сообщать любые важные чернобыльские новости. И в особых случаях имел право воспользоваться правительственной связью. Ею я и воспользовался. Рассказал ему, что мне предложено из Чернобыля уехать и получил спокойный ответ. «Я вас в Чернобыль командировал, я и буду отзывать. Если у кого-то есть какие-то претензии к курчатовцам, пусть пишут в институт официальную бумагу. Не тратьте на это нервы. Как там наши работы на станции?» Вот после этого случая я понял, что лучше 10 раз сходить на блок, чем один раз выслушать такой выговор от высокопоставленного дилетанта. Преобразование объекта укрытия. В 1989 году, когда нам стало ясно, что укрытие реально опасный объект и опасность это со временем только увеличивается, академик Беляев и я написали докладную записку министру Минсредьмаши о необходимости его преобразования. Мы предлагали возвести над существующим укрытием герметичное и прочное сооружение – укрытие 2. Со временем создать технологию и под защитой его разобрать разрушенный блок, вывести и захоронить топливо. Мне, если честно, было страшновато отправлять такую записку. При строительстве укрытия было сделано все, что возможно было сделать в экстремальной ситуации и через относительно короткое время заводить разговор о том, чтобы приступить к его перестройке, казалось почти кощунственным. Но министр не разгневался, а поручил проектантам в НИПИЭД провести проработку различных вариантов преобразования, что и было сделано в 90-91 годах. После этого стало ясно, что преобразование, укрытие – мероприятие дорогое и потребует международной помощи. Понадобилось масса усилий и значительное время, прежде чем правительству Украины удалось договориться о создании международного Чернобыльского фонда. В ходе обсуждения вариантов преобразования объекта укрытия, подготовки и начала работ возникало множество новых вопросов, направлений и вариантов действия. Но в целом стратегия преобразования совпала с той, что была предложена Курчатовским институтом более 20 лет назад. Пройдены далеко не с оптимальной скоростью первоначальные этапы и надвигаются очень ответственные, которые и называются, похоже, на движение арки. Какие мысли приходят мне в голову по этому поводу? Главное – одна и почти постоянная за эти 25 лет. Как хорошо было бы, если бы всей работой и деятельностью, связанной с укрытием, руководил один и к тому же настоящий хозяин. Тот, кто имеет максимальные права и несет всю ответственность, умеет считать собранные всем миром деньги и беспокоится за каждый потерянный день. На относительно небольшой срок эта мечта, казалось, была близка к осуществлению. Появился человек, возглавивший объект укрытия, при котором, несмотря на всевозможные помехи, удалось создать программу работ и достичь реального продвижения. Но сначала вязкая среда бюрократии максимально замедлила его усилия, а потом и вовсе съела. Но это очень большой и, боюсь, достаточно бесполезный разговор. Шестая симфония Чайковского. К очередной годовщине аварии к нам в Чернобыль приехали журналисты и операторы телекомпании CBS, которая решила часть программы «60 минут» посвятить нашей работе. Американцы разговаривали с сотрудниками, снимали в лабораториях, получили от нас материалы, отснятые на укрытии. Меня также проинтервьюировали, а в конце разговора ведущий задал вопрос, который заставил меня очень задуматься. «Вот вы уже 15 лет работаете на укрытии. Бывали это много раз. Вас должно быть очень многое связывать с этим страшным монстром. Что вы чувствуете, подходя к укрытию? Можете выразить это словами?» Подумав, я ответил вопросом на вопрос. «Вы музыку любите?» И, получив подтверждение, продолжил. «Вспомните начало 6-й симфонии Чайковского, первую часть. Можете сказать, что вы чувствуете?» Через некоторое время из CBS пришли кассеты с фильмом. Там есть и такой эпизод. «Я подхожу к объекту укрытия. Диктор замолкает. Звучит 6-я симфония Чайковского. Никаких слов, только музыка». Напомню лишь, что эти воспоминания были записаны в 2010 году. А саму книгу я выпустил к 25-летию катастрофы. На этом пока все. Будем жить. И пусть никто не уйдет обиженный. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...